До аэропорта Махачкалы запустят общественный транспорт. До конца 2024 года в регионе появится мусороперерабатывающий завод, а уже 1 марта стартует юбилейный год Расула Гамзатова. Об этом в том числе рассказал премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов в ходе отчета Народному собранию. Он подвел итоги прошлого года и наметил план развития на этот. Выступление коснулось всех сфер жизни, в том числе медицины, экономики, социальной сферы, туризма и культуры. Подробнее в материале Любавы Масловой. Дагестанцы, как и во все времена, выполняют сложнейшие задачи на передовой в составе различных подразделений. Отчет Народному собранию Абдулмуслим Абдулмуслимов начал со слов о спецоперации. Депутаты почтили память погибших бойцов минутой молчания. Премьер-министр подчеркнул, республика оказывает семьям военнослужащих поддержку. На эти цели уже направлено свыше 830 миллионов рублей. Создан Дагестанский республиканский социальный фонд «Все вместе». Осуществляющий материальную поддержку семей военнослужащих, принимающих и принимавших участие в боевых действиях на территории проведения специальной военной операции. Фонд аккумулирует средства республиканского бюджета, взносы работодателей, пожертвования, благотворителей и просто неравнодушных граждан. Важное решение, принятое в 2022-м – принятие стратегии социально-экономического развития республики на период до 2030 года. Дагестан реализует пять прорывных инвестпроектов. Среди них – развитие стекольного плодовощного кластера и города Бувщиков. Правительство активно поддерживает инвесторов и доставляет земельные участки без торгов. Республика принимает участие во всех 13 национальных проектах, в рамках которых мы реализуем 52 региональных проекта. Кассовое исполнение расходов на их реализацию составило 33 миллиарда рублей или 91% от общего объема утвержденных значений. Получило развитие в прошлом году и энергоснабжающая отрасль. В Южно-Сухокумске запустили солнечную электростанцию мощностью 15 мегаватт. В планах построить такие в Ногайском и Дербенском районах. Успехи и в газификации. Так, голубое топливо подали сразу в три населенных пункта. Обеспечена возможность подать еще в 12. Реализуется программа дагазификации. 523 домовладения уже провели газ. По Росети совместно с правительством Республики Дагестан разработана программа оповещения надежности электросетового комплекса Республики Дагестан до 2025 года, который предусматривает реконструкцию 66 подстанций, а также линии электропередач от 35 до 110 киловатт. Радуют и дагестанские аграрии. В прошлом году собрали рекордный урожай винограда – свыше 260 тысяч тонн. Бьют рекорд и рисоводы. Культурой засеяли более 30 вектаров чеков. Таких показателей достигали в 80-е годы прошлого века. В Кизелюртовском районе строят мясокомбинат полного цикла. В Хасавюртовском реализуют инвестпроект, позволяющий производить до 20 миллионов яиц в год. Производство продукции животноводства в 2022 году составило 265,6 тысяч тонн. Это мясо, молока – 940 тысяч тонн. Производство куриных яиц – 235 миллионов штук. Вы знаете, что наша баранина стала отдельным брендом. Вместе с тем наши предприниматели занимаются и развитием молочного овцеводства. Сразу три новых завода запустили в Дагестане. Теперь в республике выпускают медицинский кислород, сухие строительные смеси и шарики для производства стекловолокна. В целом в сфере реализуются 14 инвестпроектов на общую сумму свыше 14 миллиардов рублей. Завершение реализации которых позволит создать в республике 2,5 тысячи новых рабочих мест. Чутко наша промышленность реагировала на нужные специальные военные операции. Оперативно налажено производство, обмундирование и экипировки для военнослужащих. В 2022 году за счет республиканского бюджета оказана поддержка 29 предприятиям на сумму 277 миллион рублей, что позволило создать 505 новых рабочих мест. Отчитался Абдулмуслим Абдулмуслимов и о проделанной работе в сфере образования. 1 сентября открыли сразу 4 новые школы и 17 детских садов. Дагестан стал лидером по количеству реализуемых объектов по программе капитального ремонта. Всего работы провели в 210 зданиях, 190 из которых – школы. И о здравоохранении построили три фапа и одну врачебную амбулаторию. По программе оснащения первичного звена медучреждения получили более 90 единиц санитарного транспорта, 379 единиц оборудования отремонтировали в 2022-м свыше 50 медучреждений. В рамках реализации программы «Земский доктор» направлено в сельские медицинские организации 167 врачей и 23 фельдчера, которым предоставлены компенсационные выплаты. В результате обеспеченность населения врачами увеличилась с 33,6 до 34,5 на 10 тысяч населения. Руководитель Кабмина отметил дорожное хозяйство. Построили и реконструировали около 80 километров дорог, отремонтировали свыше 650. Теперь добраться даже в труднодоступные аулы стало проще. Республику посетили более полутора миллиона туристов. В Кайкенском районе уже реализуют проект по созданию курортной зоны. 90 проектов, направленных на развитие сельского туризма, впервые получили меры поддержки. Число туристических маршрутов выросло на 30%. За счет средств, полученных из федерального бюджета, реализовали 10 проектов по строительству модульных некапитальных объектов размещения. Процедуру классификацию прошли 27 гостиниц. Количество туроператоров в республике увеличилось более чем в два раза. Участие в сессии принял и глава региона Сергей Меликов подчеркнул. В отчете отражены все направления социально-экономического развития Дагестана. Он отметил личную вовлеченность премьер-министра в каждую проблему. Поблагодарил за проделанную работу. Депутатам руководитель республики посоветовал плотнее работать с правительством для скорейшего решения наболевших вопросов. Развитие страны и успех страны зависит от развития и успеха региона. У нас есть с вами цели, есть задачи, есть важнейшее обязательство перед населением повысить качество их жизни. Поэтому давайте эти задачи выполнять вместе. Далее сессия продолжилась в привычном формате. Депутаты и спикеры обсудили порядка 30 вопросов. Среди них и возможность ликвидировать транспортный налог для участников свецоперации. Говорили о здравоохранении, образовании, провели и ряд назначений. Так Джамал Алиев продолжит занимать должность уполномоченного по правам человека. Совместно с РГВК Дагестан, за что им спасибо. Это проект «Мама услышит, мама придет», он касается детей-сирот, которые находятся в соответствующих учреждениях на территории Республики Дагестан, в детских домах. Каждый ролик рассказывает, это небольшой фильм об отдельном ребенке. За самоотверженность, проявленную при исполнении гражданского долга и вклад в патриотическое воспитание молодежи. Медалью имени Амитхана Султана Сергей Меликов наградил Расима Гаджаагаева. Он одним из первых в депутатском корпусе отправился в зону СВО. Льва Маслова, Саид Кутив, Паризат Курбанова. Время новостей.